Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол Тожитин и это продолжение карьеры за Манчестер Юнайт. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск правдивых пенальти. Обязательно посмотрите, поставьте лайк, ссылочка на него есть в описании под этим роликом. Ну а мы продолжаем. Сегодня у нас три матча. Домашняя игра против Фулхэма, выездная против лондонского Арсенала, ну и домашняя против Волверхэмптона. Ну что же, начнем мы, естественно, с матча против Фулхэма. Они идут сейчас на восьмой строчке, давайте подготовим наш состав. Переходим, посмотрим и на их заодно состав и будем понимать, что вообще нам предстоит. Так, ну сразу на этот матч у нас попадает Решфорд из-за пиковой своей формы. Так, вместо Пагбы появляется у нас Мактоминой, ну и также появляется вот Ван Дебек вместо Мэдисона. Ну что же, вот таким составом мы выйдем против Фулхэма. Хоть и домашняя игра, там, кстати, играет вот наш Хуан Матта сейчас. В стартовом составе он. Ну что же, и Мью Фулхэм, поехали. Итак, Манчестерю надо против Фулхэма. Уолл Траффорд, очередной матч чемпионата Англии. Поехали. Понятно. И Бруно Фернандеш забивает. Как сейчас просто все грамотно было сделано, а? Ни капли здесь сомнений не было, что мы где-то что-то сделаем сейчас не так. Все аккуратно. Бруно Фернандеш не стал сразу же бить. Он решил немножечко придержать мяч. Для уверенности мяч прям действительно поставил, чтобы он не срезался вот здесь. И замечательно в дальний угол. С левой не работе для себя ноги забивает. Очередной гол. За Манчестерю мяч и Бруно Фернандеш, наш капитан. Вот здесь замечательный пас пяточка от Марсиали. И 1-0. Мы выходим вперед. Так, Бруно Фернандеш будет подавать. И замечательно. Марсиали забивает перед самым перерывом. Как-то там в суете, в этой пожар случился в штрафной Фулхэма. И Марсиали здесь вот замечательно можно видеть. Решинг не получился у него пробить здесь. Но мяч замечательно отлетел на ногу Марсиали. И француз забивает. Ну, здесь замечательно. Причем два футболиста Манчестера сейчас забили. Бруно Фернандеш и Марсиали с левой ноги. Хотя у них у обоих рабочая правая. Уверенная домашняя победа. Бруно Фернандеш и Марсиали нам приносят. Иголы 3 очка. Замечательно. Ни одного мы, правда, удара за второй тайм не нанесли. Но Марсиали становится игроком матча. 7,5 у него оценка. У нас 6 очков отставания до Ливерпуля. И 1 очко лидерства над четвертой строчкой. Болельщики недовольны тем, как играют Милан Шкринер. Становление нового таланта про Гризмана говорят. И про Решфарда, что он может перейти в Барселону. Сейчас у нас игра против Лондонского Арсенала. Они идут на пятой строчке. Практически минимально у нас лидерство над ними. 4 очка. Это просто ничто по сравнению с тем, как сейчас лидирует там Манчестер Сити с Ливерпулем. Поэтому давайте посмотрим, кого мы можем сегодня, естественно, выпустить. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Я бы оставил все как и есть. Почему бы и нет? Это очень важная игра. Как по мне, очередной дерби. Вот, поэтому Арсенал против МЮ. Поехали. Итак, Эмирейт Стадиум. Арсенал против Манчестера Юнайтеда. Важная на самом деле действительно игра. Третья строчка играет против пятой. Но, когда такие матчи, такие вывески, такие соперники, абсолютно не важно турнирное расположение этих двух команд. Потому что эти команды могут выдать действительно настоящее шоу. Сегодня это шоу в Лондоне. Манчестер принимает, вот, точнее, приезжает в гости к Лондонскому Арсеналу. Нет, даже сейчас поднакрывали, конечно, этот удар. Но. Так, вот этот штрафной. И это шанс сейчас забить. Гризман нам его зарабатывает. Будет пробивать Бруно Фернандеш. И мы забиваем. 1-0. Снова забивает Бруно Фернандеш. Второй гол в двух последних матчах. Забивает наш португальский капитан. Замечательно просто. И Гризман. И Гризман забивает. Перед самым перерывом мы уходим со счетом 2-0. Отлично. И вот Гризман забивает ворота Арсенала. Очень важный гол для француза. Хоть и не закрепился он прям таким топовым игроком в Барселоне. Хотя сейчас в последнее время он просто невероятно какую-то игру показывает. Но у нас замечательный дебют у него получился. И забивает еще и в очень важном матче против Арсенала. И на Гринвуда. Замечательный заброс. По пустым уже. Но просто пробей. Не забивает. Забивает зато Гризман. Гризман забивает дубль. 80-я минута. И Антуан Гризман забивает дубль. Отлично. Просто невероятно. Гризман сейчас отдавал эту передачу на Гринвуда вперед. Но у Гринвуда не получилось. Там обыграть голкипера. Там уже защитники подцепляли. Поэтому очень хороший отскок сейчас от штанги получился. Прямо на ногу Гризману. Здесь замечательно. Прошел же действительно. Ну и здесь. Можно было конечно и в дальний угол. Но Гризман вообще решил рискнуть так рискнуть. Замечательный удар. 2-0. Два мяча забивает Гризман. 3-0. Мы сейчас громим Арсенал на выезде. Это просто замечательно. Разгромная победа. Манчестер Юнайтеда над Арсеналом на выезде. С счетом 3-0. Гризман забивает дубль. Должен становиться лучшим игроком сегодняшнего матча. Сейчас мы это с вами и проверим. 7 ударов. 7 створ. Замечательная статистика. И Гризман получает оценку 7-5. Итак, у нас 4 очка отставания до Ливерпуля. 4 очка лидерства над 4-й строчкой. Все замечательно. Так, нам приходит сообщение по моей команде. По Решерду из Барселоны. Этот игрок оценен довольно высоко. Благодаря его стабильной игре в течение сезона. 76 миллионов предлагает Барселона за нашего левого нападающего. Мы забрали у них Гризмана. Поэтому им нужно, естественно, заменить кем-то. Поэтому вот. Ермичный отчет там готов. Ну а так вроде все у нас. Заканчиваем мы сейчас трансферное окно. И переходим к последней игре в выпуске. Давиды Хэя получил предложение от Баруси и Дорман. 37 миллионов. Ну почти 38. Это больше его, чем рыночная стоимость средняя. Поэтому мы все равно отклоняем. Так, а вот и Джеймс. Джеймс у нас выставлен, да. На трансфер. Ну давайте. Подумаем так. А точно ли я готов продавать Джеймса? Кто у меня там скаут и кого нам еще? Да, центрального нападающего. Все замечательно. Игроки в списке. Вот. Лаутаро Мартинес. Ну давайте, да. Мы согласны отдавать Джеймса. Вот. То есть у нас есть Санчо и Гринвуд направо. Марсиаль на центральном нападающем. И тогда мы сейчас продадим Джеймса. Постараемся чуть побольше взять с него. И начнем с кем-нибудь другим переговоры. Давайте за 18 миллионов попробуем договориться. Так. Елангу у нас мы договорились продать. Так, сейчас давайте лучше по Джеймсу. Здесь все-таки больше. 15 с половиной принимаем. Джеймс у нас уходит в Эвертон. Замечательно вроде все. Так, сейчас по Еланге нам надо вот тоже. В Фулхам его решили подписать. Так. Ну все, давайте за компенсацию попробуем его отдать. Три часа нам остается буквально. Так. Управление командой. Давид Дехея хотят купить в Вестхэн за 37 миллионов. Куда они такие вообще деньги нашли. Вот. А Бруно Фернандес хотят забрать в Ювентус. Другой главный тренер хотел бы получить возможность тренировать подающую надежду игроков в своем клубе. Нет. Ну, кстати, тоже неплохие деньги предложили. А Бруно Фернандес сейчас действительно в хорошей форме. Вот. И Елангу. Да, они согласились выкупить, так сказать, его. Вот. Поэтому мы его отдаем. Нам скауты нашли игрока. И это Харикейн. Харикейн. Что-то он дорогой, пойди, очень. Да. Очень дорогой. Нам даже по минимуму не хватит. Но вообще он готов. Просто мы его нашли. Так. Мартинес. Здесь Суарес. Давайте я попробую с Мартинезом сейчас поговорить. Я понимаю, что нам будет очень тяжело с ним поговорить. У нас практически нет денежных средств, так можно сказать. Вот. Так. И вот так. Давайте вот. У нас останется. Ну, действительно, либо пан, либо пропал. Сейчас, что получится ли у нас его подписать или нет. Вот это все. Либо да, либо нет здесь. Не просят повысить. У нас не осталось где им можно считать незавершенным. Ну, к сожалению, да. Мы не подпишем. Мартинеса, к сожалению, не хватило. Не хватило нам. Немножко и все. Мы будем, получается, без центрального нападающего. Но у нас есть Гринвуд справа. Вот. Если что, Гринвуд тот же может на центральном нападающем. Тот же Гризман. Поэтому, мне кажется, мы должны справиться. Ну, и сейчас. Я не знаю, можно ли сейчас. Да. Мы не ведем никакие переговоры. Нам сказали. Заново ли можно отправить по Мартинезу. Я только удалить из списка могу. Вот это вот, к сожалению, обильно. Так. Куда вообще мой Мартинез делся? Все. Его вообще нету сейчас. То есть, из-за того, что у меня не получилось с ним связаться. Вот. Гризман. Громкий самый переход. Во время зимнего трансферного окна. Замечательно. Бруно Фернандеш, Марсиаль и Гринвуд попали в сборную месяца. Шоу. Хендерсон. По плюс к одному крейтингу. И Марсиаль минус один. Прошел его пик развития, как нам говорят. Договоренность не достигнута, да, к сожалению. Вот. Но у нас сейчас игра против Булверхэмптона. Они идут ниже 10-й строчки. Команда очень интересная, как по мне. Хендерсон даже сегодня будет играть в воротах. Вот. По остальным игрокам я быстренько так тоже пробегусь. Посмотрим. Ну и вроде как все готовы. Мы тоже. Поэтому. Манчестер Юнайтед против Булверхэмптона. Так. А что, кстати, будет, если Решфорда на центральной нападочной? Ну, здесь ниже, да, рейтинг. Поэтому вот таким составом против Булверхэмптона мы выходим. М.Ю. Булверхэмптон. Поехали. Итак, Олд Траффорд. М.Ю. Против Булверхэмптона. Так, Марсиаль. На Санчо. И Санчо забивает. Отлично. 41-я минута. И Джейден Санчо забивает. Супер. Не помню, первый ли его это вообще гол за Манчестер или нет. Но в выпуске сегодня он точно забивает первый гол. Посмотрите, как шикарно. Он быстро в один пас у нас буквально в одно касание все здесь расходится. И вот так вот в дальний угол Джейден Санчо забивает. И выводит нас вперед. И Гризман забивает. На вот таком вот рикошете Антуан Гризман забивает третий мяч в двух последних матчах. Шикарен. Шикарен француз. И снова он забил перед самым перерывом. Ну и момент действительно. Не сказать, что опасный был. Хотя Гризман мог и на силу этим ударом в ближний угол пробить. Но здесь замечательный рикошет от защитника. И голкипер в недоумении, естественно. Мяч пошел в другую абсолютно сторону. Кто здесь вообще попал под этот обстрел? Уверенная домашняя победа с счетом 2-0. Санчо и Гризман нам приносят 3 очка. Замечательные голы. Сегодня у нас 3 победы из 3. И 3 победы в сухую. Это вообще замечательно. Санчо получает игрокам матча и 7,5 оценку. У нас 2 очка отставания до Ливерпуля. И 4 очка Лидерсон над Тоттенхэмом. Замечательная у нас серия пока что. Но сегодняшняя от уж точно нам принесла замечательные 3 победы подряд. Над Фулхамом, Арсеналом и над Волверхэмптоном. В следующем выпуске мы сейчас узнаем с кем у нас будут матчи. И на этом будем уже с вами заканчивать. У нас пока что здесь переговоры. Скауты нам снова находят центрального нападающего. Нам он нужен, по крайней мере. Сунхин Мина нам решили. Но нет. Нам нужен чистый центральный прям нападающий. Ришарлисон тоже вот интересный вариант. Правда он сейчас в Барселоне играет. Давайте посмотрим. Похоже, что нынешний клуб не видит его на ключевых позициях. Поэтому переговоры должны пройти гладко. Он не откажется перейти. Тыры-пыры. Давайте вот так попробуем. И даже дадим ему 14 тысяч за забитый гол. Все. Отправляем мы предложение. И будем надеяться, что Ришарлисон приедет к нам уже в следующем сезоне. Но это мы так на будущее все равно делаем. Потому что у нас один только сезон будет карьеры за Манчестер и Юнайтед. Вот. Но все равно, чтобы мы понимали, что если что, на будущее есть замены. Вдруг вы там захотите, чтобы было продолжение. Ну что же. На этом у нас все. Следующий выпуск у нас будет с матчами против Челси, Бернгли и против Лестера. Которые нас, кстати, обыграли в чемпионате. Поэтому надо брать реванш в Кубке Англии. Все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok